Hello, hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья, вы на канале английский для начальной школы. I'm Yulia. Я Yulia. На прошлом занятии мы с вами, если вы помните, скороговорку учили. Какую-то скороговорку, помните? Там про свечи, про тортик, помните? Candles on a chocolate cake. Свечи на шоколадном торте. Давайте ещё раз быстренько-быстренько её проговорим, потому что язычок должен бегать. Это нам поможет и быстро читать, и говорить. Ребяточки, вы, наверное, заметили, что там, где написано скороговорочка, в упражнении 2, там в слове candles, chocolate и cake буква си выделена красным цветом. Почему её выделили? А потому что здесь идёт правило. Мы с вами учили правило чтения гласных букв, а теперь у нас будет добавляться правило чтения ещё согласных букв. Обязательно записывайте в тетрадочку нашу для правил, чтобы не забывали. Итак, буковка си перед гласными, перед гласными будет читаться как к, но есть исключение. Буковка си перед буковкой и, ай и уай будет читаться как с, а во всех остальных, перед всеми остальными гласными она будет читаться как к. Так вот, это все остальные случаи. Здесь она читается как к. Candles. Вот здесь chocolate, да? Здесь перед буковкой л. Ну, то есть все остальные гласные. Здесь будет читаться как к. Cake. Здесь тоже. Но, если буковка си подружилась, солнышки мои, с буковкой эйч вместе, то они образовали звук ч, тот, который шуфёт у нас на верхнем нёбе ч. Chocolate. Chocolate. Exercise three. Упражнение три. Вот здесь у нас в параллельных линиях написан звук ч или к. Его, простите, не знаю, кстати, да? Перерисуй таблицу в тетрадь и запомни. Вот у нас дана табличка. В первой табличке у нас написан звук ч, а во второй табличке написан звук к. И к ним даны слова с картиночками. Первая у нас картиночка. Здесь у нас чипсы и написано чипс. Чипс. Слушаем, да, уже? Слушаем мушками ч. Какой звук? Звук ч. И си и эйч вместе дают ч звук. Чипс. В какую мы колоночку, солнышки, отправим? Это слово. Конечно же, в первую. Чипсы. Сейчас мы с вами проговорим, а потом запишем. Далее. Cake. Cake, торт. Что слышится? К. И буковка си перед всеми остальными гласными. Она читается как к. Читается как с перед и, ай и буковкой y. Следующее у нас слово cheese. Си и эйч сырок. Си и эйч вместе дали звук ч. Отправляем в первую колоночку. Чи из сыр. Че. Стул. Куда отправляем? Конечно же, в первую колоночку си и эйч вместе дали звук ч. Candle. Свеча. Candle. Буква си в данном слове читается как к. Поэтому управляем во вторую колонку. И последний у нас chocolate. Chocolate это наша шоколадка. Си и эйч сочетания управляем в первую колоночку. Давайте мы, солнышки, все это с вами запишем. Открывайте. Open your exercise book. Открывайте свои тетрадочки. Поделим тетрадочку пополам. В первой у нас будет звук у нас ч. Звук ч. А во второй будет звук у нас к. Помним, да, солнышко, что си и эйч, когда подружились вместе. Си и эйч дают какой звук? Звук ч. Дают звук ч, когда вместе. Солнышко. А буковка си будет считаться как к. В каких случаях? Во всех остальных, со всеми остальными гласными, со всеми гласными. Со всеми гласными. Прям себе там так пометься. А вот как с, она будет считаться как с. Перед какими буковками? Перед буквой и, запоминайте. Буковкой ай с точечкой и буковкой ой. Это вот такое у нас небольшое правило. Запомните. Так, давайте напишем теперь чипс. Какую колумбочку мы чипс напишем? Конечно же в эту. Чипс. Я вам пишу. Если вы слово не помните, как пишется, чипс, напишите его сюда, потом в словарик себе добавьте и запомните. Чипс. Чипс. Следующий у нас кейк. Кейк сюда. Кейк, тортик, да, тортик. Буква си. Читается как со всеми гласными. Кроме и ай и вай. Здесь она будет читаться как с. Так, кейк. Следующий у нас чиз. Вот оно, наше сочетание. Опять. Чиз. Чиз. Буковка с. Перед гласной читается звонко. З. Чиз. Чиз. Буковка и по общему правилу не произносится. Следующий у нас ч. Честул. Честул. Опять сочетание си, эйч. Си, эйч. А вот эй, ай и буковка а будут читаться как э. Ну, это дальше мы правила будем с вами еще разбирать. Так, честул. Кэндл. Свеча. К. Ну, это как раз вот этот остальный случай, да, где буква си со всеми слезами гласными будет как к читаться. А с буковками и ай и вай мы ее будем произносить и читать как с. Так, кэндл. Кэндл. Свеча и последний у нас чоколад. Чоколад, шоколад. Здесь двойное правило, да, ребятки? Давайте сюда и туда напишем, только его выделим. Ну, ребята часто говорят, чоколад. Чоколад. Ну, так легче запомнить написание. Чоколад, это у нас шоколад. Си и эйч. Вот это сочетание буковок дает звук ч. А вот это правило, второе, давайте мы его сюда запишем. Выделим уже букву си здесь. Чоколад, выделяем здесь буковку си. Это все остальные случаи со всеми остальными согласными читаются как к. Чоколад. Repeat, повторяем. Чипс, чиз, че, чоколад. Кейк, кэндл, чоколад. Умнички, вы справились отлично с заданием. Правило, пожалуйста, запомните и запишите его в тетрадочку для правил. А слова, если есть незнакомые какие-то для вас, запишите в словарик. Ребятки, а сейчас мы с вами должны заполнить пропуски, вот эти пропуски, словами, которые выписаны вверху красным цветом. Здесь у нас есть слово don't, не. Food, вспоминайте, это у нас еда. Like, нравится, любите. Yo, это твой, твоя, твою, твои. Сейчас я скроюсь за камерой. Так будет удобнее, потому что у меня отсвечивает. И чтобы вам было лучше видно, я сейчас скрываюсь. И мы с вами выполняем вместе задание. Вы мне громко-громко называйте, что я должна сюда вставлять. Я вас всех слышу и буду сюда вписывать. А вы в это, я буду вам потом вписывать правильный ответ, а вы сверяйте, правильно ли вы сказали. Окей? Are you ready? Вы готовы? Yes. Начинаем. Так, давайте прочитаем. Let's read. My favorite... Что-то мы сюда должны вставить. Is cheese. I don't... Что-то вставляем. Chips. What's... Что-то вставить. Favorite food. I... Что-то вставляем. Like bananas. Translate. Давайте переведем. Моя любимая... Сыр. Что мы сюда вставим. Подумайте хорошенько. Моя любимая... Don't... Не. Food... Еда. Like... Нравится. Your... Твой... Твоя. Правильно. Вставим мы с вами... Food. Моя любимая еда... Сыр. My favorite food is cheese. Вставляю. Food. А вы проверяйте. Food. Следующее, ребятки. I don't... Chips. Я не... Chips. Chips. Что сюда по смыслу подходит? Food мы уже вычеркнуть можем. Мы уже его употребили. А осталось у нас like. Нравится? Your... Твоя. И don't... Не. Правильно. Будет like. I don't like chips. Мне не нравятся чипсы. Мы сюда с вами вставляем like. I don't like chips. Мне не нравятся чипсы. Следующий у нас what's... Что-то вставить. Favorite food. Твоя любимая еда. Что не хватает? Я уже вам подсказочку дала. Не или я. Не или твоя. Конечно же будет твоя. И по смыслу подходит. What's your favorite food? Какая твоя любимая еда? What's your favorite food? Ну и последнее. Тут уже самое легкое, да? I don't like bananas. Мне не нравятся бананы. Мы вставляем с вами don't. Так. Теперь все вместе читаем. Громко-громко, солнышки мои. My favorite food is cheese. I don't like chips. What's your favorite food? I don't like bananas. Остановите это видео и прочитайте самостоятельно. Вы мне огромные молодцы. Ребятки, а в следующем задании мне очень-очень нужна ваша помощь. Вот эта собачка, вот этот наглый-наглый Фред, он бегал-бегал и представляете, он прыгнул. И все слова в моих предложениях, которые у меня здесь были, они просто все рассыпались. То есть, местами поменялись слова. И теперь мне нужно, чтобы у меня тут были предложения, потому что из этих предложений мне нужно составить будет письмо и отослать сестренке Фреда. Она очень-очень их ждет. А он вот такой проказник, прыгнул, и все слова распишались. Помогите мне, пожалуйста. Давайте вместе составим, что тут получилось. Итак, в первом задании, вот все буковки, солнышки мои, помогите мне их теперь собрать. У нас тут есть you, ты, old, today, I и how. Today – это сегодня. How old are you? Это я знаю, сколько тебе лет. А today куда? Точно, в конец. И получается how old are you? Что это получается? Сколько тебе лет сегодня? Вот Фред такой вредный. Прыгнул все предложения мне тут, распугал. Все слова. Так, солнышки, помогайте мне. Тоже записывайте. Так получается? Сейчас проверим. How. Дальше у нас old. Old, да, это сколько лет. How old are you? How old are you? Сколько лет тебе today сегодня? Today. How old are you today? Сколько лет тебе сегодня? А сколько тебе лет? Лет. How old are you today, Фред? Сколько лет тебе сегодня, Фред? Ау-ау. Минь, ту. Ему-то он говорит. And you? А тебе? Ответь, дружок, сколько лет тебе? Спасибо вам большое за помощь. Thank you very much. Большое спасибо. Так, второе предложение, потому что тут у нас, ребяточки, есть лайк-слово. To, I, chocolate. Лайк нравится. А это я, то есть мне, chocolate, шоколад и ту тоже. Вспоминайте. Давайте, помогите мне. Что на первом месте будет? Конечно же, там, где большая буковка I. Начинаем все с места имения. I, это я, да? I, мне, I. Дальше идет у нас что? Правильно, лайк. Мне нравится. I like. Мне нравится. А что мне нравится? Конечно, chocolate, шоколад. Кусенюшка, я имею в виду, chocolate. Chocolate. I like chocolate. И что мы в конце добавим с вами? Конечно, to, потому что, если мы хотим сказать тоже, мы просто должны вот это маленькое словечко to добавить. В конце получится тоже. Мне нравится шоколад тоже. Ух, Фред, все меня распугал, а вы мне помогли, спасибо. Thank you. I like chocolate, too. Мне нравится шоколад тоже. В конце будет тоже. А если в серединке в этом слово встретить, это будет означать слишком. Третье. X есть у нас. It's a like. Нравится? I. Мне? Don't? Нет. Давайте посмотрим, что будет. Правильно, I like, как в предыдущем. А точно будет I like, если у нас есть don't? Давайте внимательно подумаем. Правильно, don't нужно сказать. Мне не нравится. I don't like, мне не нравится. Нет. Совершенно верно. X. Ой, спасибо. Thank you very much. Спасибо большое. Вы мне очень-очень помогли. Ну и у нас тут четвертый остался, и пятый. Еще два предложения, солнышки. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. В четвертом. Is food, pizza, my favorite? Слышу, слышу. Спасибо за помощь. Первое будет my, да? Потому что с большой буковки пишется. Умнички мои. Первое будет my. А дальше? My – это моя. Favorite – это любимый. Food – еда. Пицца – пицца. А из – это глагол святочка. Он связывает между собой предложение. My – ну да-да, правильно. Любимое, конечно же. Favorite. Favorite. После favorite – еда, да? Правильно, все, я пишу еда. Food – my favorite food. Как бы из мы не переводим, но означает есть. Есть, как бы, есть пицца. Ну, мы опускаем при переводе. Моя любимая еда – пицца. Pizza. My favorite food – из пицца. Thank you. Thank you. Спасибо, спасибо. Так, пятое. У нас есть you, ты. To. Birthday. Birthday – это у нас день рождения, да? И happy еще. Счастливо или с днем рождения. Yes, правильно. Вы вспомнили это из песенки, да? Помните, как мы пели? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. Потому что у него сегодня еще день рождения. Поэтому мы и песенку ему подарили. И давайте ему напишем такую фразу. Ну, поэтому у меня тут все, все слова мне перепутал. Так, happy birthday to you. С днем рождения тебя. Repeat. Повторяем. How old are you today? Сколько лет тебе сегодня? How old are you today? I'm two. Он говорит, мне два. I like chocolate too. Мне нравится шоколад тоже. I don't like eggs. Мне не нравятся яйца. My favorite food is pizza. Моя любимая еда – пицца. And what's your favorite food? А какая твоя любимая еда? Моя. My favorite food is ice cream. Моя любимая еда – марш-ужина. Я ужасная сладкоежка. Следующая – happy birthday to you. С днем рождения тебя. Ну и давайте на этой веселой нотке закончим наше занятие. Но прежде чем мы его закончим, давайте еще раз поздравим Фреда. И скажем happy birthday to you, Фред. С днем рождения тебя, Фред. А наше занятие подошло к концу. And now the lesson is over. Goodbye. Но прежде чем мы попрощаемся, не забудь подписаться на канал, поставить класс, чтобы это видео увидели как можно больше деток. До новых встреч. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok